Дмитрий Вороновин 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 Солозутина, биатлонист Александр Тихонов и даже конькобежка Лидия Скобликова. Я знаю, что легенды участвовали в таких соревнованиях. Конечно, мне приятно бежать по такой же дистанции, по которой бежали они. Очень. Ведь такие хорошие люди бежали по такой же дистанции, как побегу я. А этот человек, который рассказал сегодня и Костя, и еще сотням юных лыжников со всей страны, которые приехали в Ижевск, чем легендарен турнир на призы пионерской правды. Андрей Вахрушев уже почти полвека. Технический делегат пионерки от всесоюзной, а теперь и Российской Федерации Лыжных Гонок. В этом году знаменитым соревнованиям исполнился 71 год. Пионерка решает государственную задачу по развитию массового створка, при лечении детей в школы, занятием, спортом, отвлекает от улицы. И общение детей со всех уколов нашей страны объединяет школьников в единую лыжную семью. На всероссийский финал пионерки 2021 в Ижевск приехали 800 юных лыжников со всей страны. Все с надеждой победить. И для всех было важно на официальной церемонии открытия услышать эти пожелания от нашей легенды лыжного спорта. Старт дан. И для спортивной Удмуртии этот старт – одно из главных событий нынешнего зимнего сезона. Ижевск готов всегда. Мы, правда, очень хорошо готовим трассы. Мы с большим нетерпением ждем серьезные соревнования. Для нас это крайне важно. Это возможность для наших лучших спортсменов и увидеть, и поучаствовать в таких соревнованиях. Это возможность для наших комплексов получить загрузку и, в общем, продолжать развиваться в нужном направлении. В первый день соревнований побед добились Алина Николаева из Ярославля и Михаил Плюснин из Новосибирска. Хозяева трассы тоже с медалью. Полина Конькова из Балезино завоевала бронзу на дистанции 3 километра. Зимние республиканские спортивные состязания школьников завершены. В этом году этот старт принимала УВА. Более 300 юных спортсменов боролись в течение трех дней за медали в палеотлоне и лыжных гонках. Кто стал победителем фестиваля, сейчас расскажет Наталья Байгозина. Желаю вам новых побед, Алнашцы! Большой парад участников. Главное событие – открытие 21 зимних республиканских игр школьников. 300 юных спортсменов в последующие два дня разыграют заветные комплекты медалей. Принимающая сторона сделала все, чтобы эти старты для школьников были не только результативными, но и комфортными. Отремонтировали места проживания, места проведения. На лыжной базе приобрели технику, снегоход для того, чтобы более эффективно и быстро готовить лыжные трассы. То есть, ну, стимулировало нас для, так сказать, для приобретения каких-то материалов и оборудования для лыжной базы. Ну и, понятно, и трибуны подремонтировали. Стрельба – один из видов, входящих в программу палеотлона. Илья Замятин – спортсмен из Воткинска. Признается, перенесенная ранее болезнь и ее последствия не дали выступить хорошо в силовой гимнастике. На стрельбу – надежда на улучшение результата общего зачета. Стрельба, в принципе, неплохо. Последняя мишень – не очень. И так 10-9. Уровень ребят, ну, зависит от подготовленности их тренеров, конечно. Как тренера их и воспитывают, как они их и тренируют. Также результат зависит от них, от самих же детей, от самих обучающихся. Но в этом году, как бы, можно сказать, результат выше среднего. А это уже лыжная трасса. Здесь соревнования проходят как в личном, так и в командном зачетах. Бегут классику – 3, 5 и 10 километров. Согласно возрастам. Здесь очень много равнины. Отдохнуть негде. Так что и скорости еще не такие высокие. Хочу попасть в первую тройку призеров. У меня бы это очень удовлетворило. По итогам соревнований в лыжных гонках и палеотлону в командном первенстве среди сельских команд победила сборная Игринского района. Среди городских команд – чемпион сборной «Можги». Все у меня на сегодня. Болейте только на спортивных аренах. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова